Очень много обсуждают заявление Киссинджера, который сказал, что до конца этого года начнутся мирные переговоры по поводу прекращения войны России против Украины. И важную роль будет играть Китай, важную посредническую роль. Киссинджеру, я напомню, на днях 27 мая исполняется 100 лет. Как воспринимать его прогнозы? Как бритв старого старика или он по-прежнему что-то знает? Ну, в данном случае это просто капитан очевидности. Что тут обсуждать? Это такая довольно расхожая на Западе точка зрения. О том, что, так сказать, в зависимости от того, что переговоры неизбежны, это очевидно. Вопрос лишь в том, с каких позиций они будут вестись. В случае удачного украинского контрнаступления они будут вестись с одних позиций, в случае неудачного с других позиций. Но так или иначе переговоры начнутся, потому что у обеих сторон уже не так много сил для продолжения какой-то долгой войны. И никому она не нужна, и всем кругом не нужна. Я вот сегодня встречался с некоторыми, так сказать, коллегами из Казахстана. Они говорят, что у них там наверху абсолютно точно есть мнение, что надо все заканчивать. И они готовы, так сказать, активно в этом участвовать. И у них понимание, что Китай готов активно участвовать в этом. Ну, это совершенно очевидно, что эта война никому не нужна. Ни России, ни Украине, ни вообще ни одной стране в мире. Ну, хорошо. А если Путин не захочет возвращать Украине оккупированную территорию, что тогда? Ты мне задаешь такие вопросы, на которые я не знаю. Я могу поспекулировать на эту тему, но это не будет твердый ответ. Это будут просто размышления вслух, что будет, если Путин, так сказать, откажется освобождать территорию. Но не знаю, что будет. Не знаю. Не знаю, насколько сегодня настроение у украинцев продолжать воевать за эти земли. Но мы же с тобой прекрасно понимаем, что одного мнения украинцев на этот счет недостаточно. Нужно еще, чтобы союзники были готовы продолжать поставлять им оружие. Насколько они тверды в этом своем желании поставлять Украине оружие и ресурсы и так далее. Ведь фактически Украина сейчас находится в таком незавидном положении, что она существенным образом зависит не только от поставок оружия, но и от западной финансовой помощи. Чтобы содержать государство как таковое. Даже не зависим не только войну, не только армию. И готовы ли будут Запад дальше финансировать Украину? Это большой вопрос. Во всяком случае, мне кажется, что ключ к окончанию этой войны лежит не в кармане у Зеленского. А он как минимум в кармане у Байдена. Судя по последним заявлениям американских политиков, судя по двухпартийной резолюции, которая внесена в американский конгресс, они намерены продолжать поддерживать Украину? Ну дай бог. Дай бог. Просто я могу тебе привести тысячи примеров, как американцы меняли свою политику с точки зрения наоборот. Даже на нашей с тобой памяти. Я уж не говорю, там последний, так сказать, ставший уже хрестоматийным пример с Афганистаном, но масса других примеров. Тот же Вьетнам, например. Тот же Тайвань. А что Тайвань? Ну как, они его и дипломатически признавали. Он сидел в ООН. Они не признавали правительство Моу Цзэдуна в Пекине. А потом в 72-м году упомянутый выше Тайвич Киссинджер выдавил новую доктрину. Что мы перестаем признавать Тайвань, признаем материковый Китай. И теперь вот эта двусмысленная позиция, когда они фактически признали легитимное правительство в материковом Китае, признали, что Тайвань это часть этого Китая, но при этом они пытаются защитить его от поглощения. Ну так извините, ребята, вы сначала все себе карты плохие сдали, а теперь сидите за столом и играете этими плохими картами. А кто вам их сдал? А я вам сдал, так сказать, человек, которого вы считаете гением от политики. Их сдал вам товарищ Киссинджер. Это его идея была. Вот такой вот кульбит сделать. Потому что, как он объяснял публике, этот кульбит приведет к тому, что он, а, отколет Китай от Советского Союза, и таким образом, каким-то образом, договориться с Китаем, закончить Вьетнамскую войну, так сказать, ну, в ничью. Он признал Китай, поразорвал дипломатические отношения с Тайвань, а Китай не прекратил поддержку Северного Вьетнама. И американцы вынуждены были уйти из Юго-Восточной Азии. А откалывать от Советского Союза Китай в 1972 году было бессмысленно, потому что он откололся еще 10 лет до этого. Просто Киссинджер этого, видимо, не знал. Да нет. Его, и не только одного его, Брежнев, в то время еще находившийся в твердом уме, из которого было все в порядке, просто предупредил очень серьезным образом о том, что в Москве был чрезвычайно озабочен, если Соединенные Штаты начнут разыгрывать против Советского Союза так называемую китайскую карту. Это история очень подробно описана в мемуарах господина. Ты что выиграл? Да вот объясни, вот ты хорошо эту историю понимаешь. Расскажи мне, что он выиграл от того, что он перестал признавать Тайвань и признал материковый Китай. Да ничего, в общем, не выиграл он тогда. Ну так что тогда? Уже тогда доигрывайте эту партию до конца и признайтесь, что вы проиграли. А то какая-то странная позиция. Да, мы признаем, что Тайвань – это часть Китая, да, мы признаем легитимным только правительство в Пекине, но при этом не даем вам их присоединить к себе. Ну что это такое? Ну, что касается Тайваня, ведь ты же знаешь, что там значительно более сложная история, потому что ни та, ни другая сторона не признают, потому что Китай разделен. И в Пекине говорят, что Тайвань – это часть Китая, и в Китае говорят, что материнговый Китай – часть Тайваня. Но отношения между Пекином и Тайбеем, они действительно сложные, непростые, запутанные и уходят в глубину начала 20 века. Я просто не очень понимаю, при чем тут Штаты? Штаты уже все свои ставки сделали. Они еще в 1972 году слили Тайвань. Теперь-то что они, так сказать, гоношатся? Что они изображают из себя? Слушай, ты меня уговорил. Я позвоню Киссинджеру, сейчас просто рано старикам будет. Я ему позвоню и спрошу, что ж ты, Генри, такое делаешь? Да нет, я же в данном случае о чем говорю. Ты меня спросил вначале, как я отношусь к прогнозам Киссинджера, и в этом твоем вопросе звучало, как я его оцениваю, насколько он в моем представлении масштабная фигура. Я считаю, что это не какая-то не масштабная фигура, а такой великий комбинатор, который все свои ставки проиграл. И теперь он будет делать какие-то там широковещательные прогнозы про мир и так далее. Ну, парень, ты уже напрогнозировал. Хватит все. Между прочим, он страшно ратовал за то, чтобы Америка дружила с Путиным, чтобы Запад дружил с Путиным. В Кремле его называли не иначе, как наш Генри. Да я знаю, слушай. Но он же, так сказать, мастер челночной дипломатии. Слушай, любой дипломат всегда хочет о чем-то договариваться. Поэтому они, конечно, не любят войну. Потому что война, она такая, что, так сказать, дипломатам делать нечего. Люди воюют. Все. Фактически любая война – это крах дипломатии. Это же дипломаты расписались в фиаско. Поэтому, конечно, они хотят, чтобы война закончилась. Живания опять были востребованы. Они о чем-то договаривались. Вели бесконечные переговоры и так далее, и так далее. Вот поэтому вся дипломатия мировая и ее, так сказать, воплощение живое на земле, товарищ Киссинджер, они, конечно же, требуют мира, чтобы, так сказать, они были востребованы, и они бесконечные дебаты вели за столом переговоров. Ни о чем. Вот. Поэтому, конечно, любого дипломата спроси, он тебе скажет, да, нет, ну, конечно, надо прекращать войну. Мы же какие генералы. Вот мы, мы сейчас будем разговаривать. Мы тут сейчас будем всех путать, под кеменнике подписывать меморандумы и так далее, и так далее. Но нужно заметить, что любая война, это крах именно их работы. Это они плохо сработали, поэтому война получилась. Но они при этом считают, что нет, это мы как раз будем хорошо работать, чтобы война остановила. Вот Будапештский рефор, этот меморандум, это чья работа? Дипломатер. Дипломатер. Это, что это такое? Это, так сказать, их провал, да? Минские соглашения, это чья работа? Дипломатер. Это же не генералы написать? Не генералы, нет. Не генералы, вот. И так далее. И вот, так сказать, мы видим, что это война, она фактически плод дипломатических фиаско. Это, так сказать, это война. Ирина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok